Приветствую вас. Я думаю, что можно говорить о нескольких элементах, которые присутствуют в вашем тексте. Значит, проблемных элементах, конечно. Первый элемент это разочарование, потому что вы явно оказались травмированы тем, что какие-то ваши ожидания не оправдались. За ожиданиями всегда стоят определенные желания ваши. Далеко не всегда это только желание секса, далеко не всегда это естественное желание секса, потому что, как правило, сексуальная либидо увеличивается иногда, когда у человека нет дела, либо, соответственно, если это не природная характеристика организма, здесь нужно исследовать этот момент. Значит, за ожиданиями всегда лежат желания, ответственность за реализацию которых вы перекладываете на других людей. Вот, в частности, на ту же пару, да, на девушек, вот, это первое. Второе. Значит, отсутствие оправданности ожиданий. То есть, отсутствие оправданности ожиданий. отсутствие реализации желаний и воплощение ожиданий в жизнь вас травмировало, вызвало изменение восприятия себя и других людей. Возможно, причинило боль. Возможно, причинило боль. Возможно. Наверняка не скажу, но возможно. Возможно причинило боль. И от боли вы теперь пытаетесь убежать. С одной стороны. А с другой стороны, вы хотите отношений. Но страх боли, плюс непонимание того, что вам хочется, привело вот к такому двухстороннему состоянию, когда с одной стороны вы боитесь отношений, с другой стороны их хотите. Данное состояние можно и нужно раскрыть. Далее. Вы пишите, что не можете найти пару. И здесь, на мой взгляд, аспект. Следующее. Вы не обладаете самодостаточностью. То есть, вы не принимаете себя таким, какой вы есть. Вам тяжело быть наедине с собой. Вероятно. Плюс есть зависть. То есть, сравнивание. Сравнивание себя с другими людьми. Соответственно. Это тоже определяет то, как вы себя сейчас чувствуете, как вы себя сейчас видите, как вы себя сейчас воспринимаете. И так далее. Можно ли с этим себе сделать? Да. Конечно. Можно. Но предстоит определенная работа. Потому что на то, чтобы поменять восприятие себя, изменить восприятие себя, безусловно, нужно время. А дальше идем. Очень важно понять, что для вас значит пора. То есть, почему вам так важно найти пару для себя. Почему вам так хочется найти пару для себя. Это тоже очень важный аспект. Потому что переназвешение значимостью пары составляет плодородную почву для образования зависимости. Вашей зависимости от той же пары. Ну, от отношений, если угодно. Да, от отношений. Таким образом, это тоже необходимо корректировать. Речь идет о мужском, в том числе и о поведении, чтобы женщина видела, какой перед ней мужчина, что он из себя представляет этот мужчина. Вот. И, соответственно, хочет ли она быть таким мужчина. Вот. Это тоже очень важная история. В том числе. На которую необходимо обратить внимание. Ну, в том числе. В том числе. В том числе. Вот. Да. Совершенно. То, что я могу вам сказать. Вот. А вот примерно так я могу ответить вам на ваш вопрос. Это даже не вопрос, а просто текст с проблемой, которую вы озвучили нам. Подумайте для себя, подумайте для себя и решите, к чему вы готовы. И готовы ли вы что-то делать, что-то менять, развиваться. Вот, выбирайте себе психолога и начинаете работать. Я уверен, что значимость для вас, девочки и пары как таковой, снизим свою самооценку и собственную значимость, повысим. Вот, все это корректируется. Обращайтесь. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «Будро помочь», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...